Сегодня всей нашей звериной командой мы отправились в заповедник Лосиный остров, который собирались уже кучу лет. Рассчитываем, что посмотрим зверей, конечно, лосей. Говорят, там есть еще олени и кабаны. Кто еще? А, андаторы какие-то там есть. Сейчас, кажется, андаторы спят. Приехали рано. Охранник очень строгий здесь. Говорит, что, приехали? Куда? Мы приехали к 10 к открытию. Оставили предварительно заявку на сайте. Ну, что-то, короче, дискоординировались. Теперь ждем, когда нас запустят к 11. Какие-то комментарии будут в задних рядов? Ну, конечно, задние ряды всегда согласны. Совсем. А вот у меня есть. Чего? Говори. У меня два зуба вырвали, потому что они у меня шатались и лезли два коренных. И теперь третий. Недавно заметили, что шатается. Таким образом, предлагаем новую услугу. Если кому-то нужно расшатать зуб, пишите в комментариях. Слово... Сандаторы. Теперь слово сове. Чтобы попасть на биостанцию, необходимо оставить заявку на официальном сайте, заполнить форму. Оплатить можно не онлайн, а уже в кассе, когда приедешь. Экскурсии проходят по времени, занимают час. Необходимо приехать к обозначенному времени. Стоимость посещения на двух взрослых и ребенка плюс парковка для машины составляет 2100. Честно говоря, дороговато. В одном из предыдущих видео мы показывали интересное место, деревня Федоровская, где кабанов и лесных оленей можно посварить совершенно бесплатно и даже покормить. Она сгрызает кору и зимой это животное может съесть до 15 килограмм. На биостанции Лосиный остров вам покажут классных лосей, европейских ланей, кабанов и оленей моралов. Честно говоря, очень интересно. Лоси и олени очень контактные, приученные к человеческому обществу, дают погладить, ласковые. При этом кабанов трогать не разрешают, потому что кабанов очень слабое зрение и они могут не разглядеть, что вы им суете, морковку или свой палец. Они съедят все. Лосиху зовут Маргоша. Это лосиха трудной судьбы. Вышла к людям из леса, связалась с плохой компанией, стала попрошайничать хлеб, который ей есть нельзя. В итоге попала сюда на биостанцию. Кабана зовут Степан. Весит он 200 килограммов. Рекордсмен. В неволе они живут дольше, чем в дикой природе. Ну, потому что их здесь неплохо кормят. Лани тоже звери трудной судьбы. Закуплены какими-то новоришами, потом были конфискованы специальной службой, попали сюда. К слову, на нашем сайте есть фотопост про дом Лани в Зеленограде. Это тоже такой классный парк-заповедник, где можно пообщаться и посмотреть, понаблюдать за Ланями. Кстати, совершенно бесплатно. У нас даже такая служба есть? Да, у нас есть закон, который запрещает содержание диких животных на территории частных участников. Ооо, ну такого не бойся, дочь, он придет к тебе дружить. Ооо, вот это рога. Здесь как настоящий какой-то Ильяшенька у Герды, да? Бяжка. Впечатления от посещения биостанции Лосиный остров, конечно, очень положительные. Особенно высокие чувства звери пробуждают в детях, поэтому обязательно посетите, если у вас есть ребенок. Но при этом, конечно, как все в Москве и Подмосковье, дорого. Посмотрите на нашем канале, какие места вы можете посетить совершенно бесплатно. Чего хорошего? Леница отличается от лосей. Рога у них ветвистые. Чего, Лешенька, здесь малышок, да? Совсем маленький. Хочу его погладить. О, смотри, там еще, Лешенька. Лешенька, ты куда ты его посылаешь? Пап, смотри, там еще подголосточки. Подголосточки, точно. Красивые. Старшенькие, а он самый младший. Посмотри, глазки, грудь. Маленький, хороший. У тебя какие-то собрались, да? Мы перейдем сюда, потом. Национальный парк. И солнечные площадки. Зааккуратней, видишь, не нужно. Иди сюда, зайка. Да, хороший. Чего ласковый? Леш, ласковый, да? Облизывает, смотри, смотри. И мурлыка такой. Заскорый, господи. Залючий. Нет, тогда я тебя присосал. Да, мама рука, не бойся. Не бойся. Еляшенька, вот еще дружок пришел. Смотри, какой ласковый, маленький. Юль, смотри. Да не бойся, он ласковый. Смотри, он любит. Он страшный. Да не страшный. Он хороший, смотри. Смотри, не спарил в коробку. Осторожно. Хочу коробку. Хочу коробку. Хочу коробку. Пасковый, носковый, носковый. Я хоть тёплую, тёплую. Не мать, ка девочку? Ди, дима, хорошая. Ди, дима, хорошая. Ди, дима. Вот. Вот. Уши почешем тебе, почешем. Ласкаются лисы. Вот-вот. Вот-вот. Вот какой лаский. Вот-вот. Вот-вот. Как кот. Вот, почеши, ему приятно будет. Да? Ну конечно. Листик. Потрогай за моржечку, за носик. Вот за носик, за носик. Да. Да, вот так просто. Ласка самая пушистая. Кого? Вот этого большого? Нет. Тут написано фауна лосиного острова. То есть кто здесь живет? Ага. Станьте поближе. А кто тут живет? А ты расскажи, посмотри нам. Тут волоси безрогие. Безрогие, да. Капальчики. Да. Олени. Девочки. Напоследок сфотографировались с экскурсоводом Аней. Хорошая девочка и очень интересно рассказывала. Большое ей спасибо. Всем спасибо за просмотр. Любите и цените животных. Оставайтесь с нами, ставьте лайк, комментируйте. Всем пока. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok